Почти всю эту ночь не спали. У всех сумасшедшее ожидание, когда же это закончится. Потому что никто, ни один нормальный человек войны не хочет. И в любом случае, я думаю, что даже объединение в парламенте, в коалицию, это стало подтверждением тем фундаментом президенту, что война не нужна. Нужно искать мирные переговоры. И в этом отношении, конечно, мы поддерживать президента будем максимально. Можно ли расслабиться? Нет, нельзя. Нельзя нужно использовать каждый день для того, чтобы был хороший мир. Нужно достаточно серьезно отнестись к тому, что сказал сегодня даже президент. Давайте откровенно сказать. Разворовать Миноборонпром не дам. Разворовали его достаточно серьезно. Поэтому, чего ждать? Я верующий человек, и я молюсь о мире. Потому что каждая сохраненная жизнь, это очень многого стоит. Верю ли я Путину? Не на один процент. Все дальнейшее зависит от очень многих. От дипломатов, от юристов, от очень многих составляющих. Что бы хотела сказать о Наде Савченко? Надя не прекратит голодовку. Мы должны это понимать. И даже 19 дней сможет ли она прожить, это практически нереально. Ей колят глюкозу и белок. И Надежда, ни в какую, и мама, и сестра, мы все для этого делаем, она сказала, что она умрет за Украину. Поэтому для нас обмен Надежды и все, кто там есть военные пленные, они, если вы видели, как они издеваются, я вам расскажу, когда мы переживали, что у нас не было демократии. Как они строили журналистов? Они зашли к конвоирам, сказали, по пять, строй, с левой ноги, заходи. Вот такая культура. Поэтому, когда Надя прореагировала на то, как они пытались толкнуть вать, и когда они сказали, что не говори на своей чурбанной мове, Надежда, Надежда наша звезда, я там считаю, вот она настолько сильная.